добрый день уважаемые участники вебинара если меня видно и слышно то поставьте пожалуйста плюс я рада что у нас видеокамера заработала наконец-то поэтому можно начать наш вебинар сегодняшний правда он может быть уже в плане сегодняшних событий конечно не так уж прямо актуален потому что скрайбинг это прежде всего совместная деятельность но так или иначе тема заявлено тема интересная поэтому предлагаю мое видение этой проблемы презентацию как всегда можно скачать она в папке ресурсы если что-то не скачивается что-то не так то в конце вебинара будет мой адрес электронной почты пишите пожалуйста потому что к сожалению те кто в чате оставляют свои электронные адреса я потом их теряю и очень сложно по чату их разыскивать поэтому если вам какие-то материалы нужны вы сами пожалуйста напишите в электронную почту и все материалы конечно я отправлю и так что же такое скрайбинг вообще как появилась этот появился этот термин и что это такое ну уже наверное ни для кого не секрет что 80 процентов информации мы все-таки воспринимаем визуально и рассказы с картинками намного интереснее чем просто обычные лекции поэтому и отсюда и использование различных видов наглядности и презентации и какие-то другие плакаты и иллюстративные материалы и многое многое другое и со временем powerpoint уже начал поднадоедать и статичность презентации powerpoint тоже не очень не всем нравилось поэтому пришла еще одна технология от английского слова скрайб набрасывать эскизы или рисунки другое название одно время было такое как rsa презентации откуда такое название вообще ее изобрел британский художник эту технологию звали его эндри парк он придумал вот так вот иллюстрировать речь выступающего человека прямо на ходу рисунками на доске на магнитной на листе бумаги и получается как будто бы эффект параллельного следования когда одновременно мы слушаем историю и параллельно наблюдаем за тем как рождается на глазах наш рисунок который эту историю иллюстрирует вот таким образом и появилась технология потом ее переименовали в скрайбинг и стали создавать презентации rsa это название организации для которой сначала создавались эти презентации а потом со временем вышли на широкую арену одно время это было очень популярная технология вот наверное самый бум пришелся на 2013 2014 годы когда о скрайбинге говорили все воспринималось как такое супер что-то новое и необычное сейчас уже так интерес к страймингу немного уменьшился но тем не менее технология существует и развивается да довольно затратные технологии но интересные что как и зачем создается скрайб презентация хотя она так и презентации называется на самом деле это чаще всего видеоролик где мы за кадром слышим какую-то историю а в кадре прям перед нами рождаются картинки которые эту историю иллюстрирует длительность таких видеороликов но обычно максимально 10 минут это это многовато на мой взгляд где-то оптимально 5-6 минут какие нужны инструменты для этого но прежде всего все чем рисуют фломастеры карандаши на чем рисует это может быть просто лист бумаги ватман может быть доска магнитная сейчас появилось много онлайн сервисов и специальных программ которые позволяют рисовать даже тем кто рисовать не умеет далее в презентациях как правило используются они вот прямо такие точные рисунки а как правило очень схематичные изображения пиктограммы символы может быть буквы и цифры очень редко пишутся какие-то слова потому что это все-таки не конспект это все-таки больше рисунок более визуализация чем просто конспект из буковок аудио ряд тоже очень важная часть едва ли не самое главное потому что он ведет за собой все повествование мы слушаем и одновременно смотрим скрайбинга бывает очень много самого разнообразного но самый традиционно это то что рука художника у нас в кадре она рисует текст текст звучит за кадром мы начинали именно с такого варианта первая наша презентация назвали мою 348 секунд про самов коренные жители мурманской области вот я вам фрагментик покажу чтобы было понятно о чем речь сейчас я попытаюсь найти запустить мурманская область находится на кольском полуострове за полярным кругом коренные жители нашего края самый северный народ на земле саамы они первыми поселились на кольском севере 8 тысяч лет тому назад страна самов лапландия долгое время представлялась путешественником суровой и таинственной соседние народы говорили что самые это косматые одноглазые великаны которые на оленьих упряжках летают по облакам первым побывал в гостях у самов норвежский путешественник оттар он рассказал что самые обычные люди только небольшого роста до 160 сантиметров у мужчин они очень ловкие и выносливые сами умели метко бить зверя из лука быстро бегать на лыжах ловить рыбу но самое главное их занятие это разведение оленей оленеводство старинной самской легенде говорится мы не пахари мы не косари мы оленный народ сами считали себя потомками мяндаша белого оленя с черной головой и золотыми рогами он научил самов искусству охоты дал им лук и стрелы и запретил убивать вожака стада гирваса ну вот чем закончилась история можно посмотреть по ссылке но принцип вот такой понятно что это не профессиональный скрайбинг это любительский сделаны нашими библиотечными силами наша первая работа в этом жанре что здесь использовалась лист бумаги на котором рисовали это обычный формат а4 лист маркеры обычные опять-таки снимали мы даже не на видеокамеру это был фотоаппарат с режимом видеосъемки если вы заметили что часть видео монтирована то есть иногда у нас озвучка но такого него и чтобы идеально озвучка совпадала с изображением в кадре сам процесс рисования может быть длительный или наоборот уже рисунок закончился а текст еще продолжается в этом случае идут на разные способы ухищрения можно ускорять сам процесс рисования в несколько раз может делать монтаж часть процесса просто вырезается из видеоролика все это делается с помощью программа которых я чуть попозже расскажу ну вот пример такого рисованного варианта другой вариант чуть чуть попроще если рисовать не умеем потому что все таки для вот первого варианта действительно нужно если не художника то человек который более-менее уверенно умеет в кадре что-то изобразить мы с детьми пробовали первый вариант это был наш собственный библиотечный опыт второй вариант это уже мы с детьми пробовали это был третий класс про гимназии мы сделали скрайбинг аппликацию в кадре все тут же из бумаги так и теперь мы не рисовали хотя рисовать тоже немножко пытались но здесь самое главное что в кадр выкладываются готовые картинки как аппликацию выкладываем соответствии со звучащим рассказом и получается такой скрайбинг аппликация вот это пример совместной деятельности с детьми которые у нас получилось сейчас запущу кусочек видео правда у нас там со звуком небольшие технические неполадки путь из поэтому звук не очень громкий так северна ли но это мы просто наши выставки а король тундры дикий северный олень хорошо приспособился жизни на крайнем севере длина тела оленя 190 сантиметров высота в плечах 120 сантиметров больше всего олень весит осенью 150 килограммов за лето он поправился копыта у северного оленя необычные подвижные когда половинки копыт раздвигается между ними появляется щетка жестких волос это увеличивает площадь опоры поэтому вес северного оленя меньше давит на снег и он легко пройдет по сугробам и по болотам настоящий зверь вездеход а еще копыта оленя по форме напоминает большую ложку это помогает ему зимой раскапывать снег в поисках корма ведь северный олень чует мох под слоем снега 60 сантиметров всем известно олень рогатый зверь но только у северных оленей рога украшают и самцов и самок в декабре самцы и оленя сбрасывают рога а самки носят их до весны такая костяная ограда помогает им не остаться голодными зимой они выкапывают из под снега оленей ну вот таким образом это у нас и получилось опять таки целиком можем по ссылке посмотреть на нашем канале youtube вот таким образом мы работали с детьми вообще-то было интересно это может быть не так красиво с точки зрения профессионального видеомонтажа но это было здорово потому что детям очень понравилось они сказали что первое что не сказали когда все наконец закончилось а когда мы будем снимать еще один мультик для них это были как съемки мультика желающих озвучивать было очень много в кадр тоже там разные руки если присмотреться они по очереди участвовали в этом а чтобы провести озвучку нам целый кастинг пришлось желающих провести у кого лучше и получилось и вошли в итоговый видеоролик вот такая интересная история у нас была связана с таким скрайбингом расскажу несколько слов о том как мы это делали и какая тут существует технология сами для себя такой план работы придумали но прежде всего если мы решили что-то такое создавать то мы определяем системой как правило мы поскольку работали в библиотеке то иллюстрировали книги это на самом деле иллюстрация к двум книгам кривическим ну по сути не буктрейлер но что-то близко к этому мы выяснили что лучше всего рисовать конечно научно популярную литературу поэтому нас то про самов то про оленей с художной литературой посложнее там действительно сложно но в каких-то случаях возможно дальше мы отбирали какие-то интересные эпизоды из каждой книги которые бы хотели проиллюстрировать какие-то интересные факты про самов про оленей выписывали ну конечно подбирали команду в одиночку это снять было конечно нереально поэтому у нас есть художники актеры оператор ну и монтажер я занималась съемкой и монтажом готовые видеоролика а вот в детском художниками актерами выступали дети дальше нужно было написать сценарий после того как эпизода отобрали нужно было определиться с кадрами мы выяснили что вот лучше всего чтобы кадра в таком видеоролике было но не более 10 ну я тут скобочках написал не больше 15 но на самом деле оптимально 10 наверное уже достаточно на каждый такой слайд нужно написать 5-7 предложений максимально 7 для того чтобы не перегружать с одной стороны рисунок с другой стороны чтобы хорошо это все звучало ну примерно померили это 30-40 секунд на каждый слайд звучащего текста тут самое главное чтобы фразы были простые короткие хорошо воспринимались на слух дальше мы из начали рисовать эскизы перед тем как уже рисовать в кадре нужно сначала придумать что и где рисовать в какой части экрана что будет расположено сами картинки надо придумать в общем определяли в каком порядке будем выкладывать картинки в кадр какого они будут цвета как они будут выглядеть в какую часть экрана мы их выложим вот мы это назвали создание эскизов потом вот эти рисунки эскизы они частично вошли в этот видеоролик когда нам не хватало уже для рисования времени мы разбавили еще и рисунками детскими эту историю дальше у нас пошла запись озвучки здесь нам уже понадобился компьютер программное обеспечение у нас был микрофон очень простой вот на экране перед вами logitech но самый простой не очень дорогой у нас была программа изначально windows звукозапись она есть практически на любом компьютере windows мы с нее и начинали очень просто там всего несколько кнопочек потом уже когда мы стали уже более опытными мы взяли посложнее программу но в плане возможностей посложнее а так-то она бесплатная и очень быстро для освоения называется audacity вот с ней можно поработать чем она хороша windows звукозапись она просто записывает звук и все на этом audacity позволяет его еще редактировать то есть вырезать там какие-то неудачные дубли голос делать позвонче погромче поэтому вот у нас видео наше не очень громкое получилось так бы с audacity может быть удалось бы улучшить громкость можно убирать какие-то посторонние звуки в кадре в общем хорошая программка можно ее скачать здесь активная ссылка есть и в ней записываться дальше начинаются съемки тоже самый последний итог всего мы решили так что каждый эпизод слайд будем снимать отдельно но чтобы участники не устали чтобы сами интерес не потеряли нужно было выбрать самое светлое помещение оптимально конечно на подоконнике делать там светлее всего мы подоконнику продвинули стол и снимали на этом столе хорошо в дневном свете но если не хватает то можно немножко досветить либо за либо сверху либо спереди сзади не получается получается тени снимали сзади с правой стороны чтобы не мешать тому кто там работает в кадре ну и чтобы лишнего ничего не попадало в кадр можно несколько рук попробовать мы не пробовали но слышали что такое тоже практикуется если много желающих можно их расставить в кругом вокруг стола и попробовать так тоже интересный вариант ну и потом все вот эти видеоматериалы там у нас было 10 эпизодов маленьких мы соединяли с помощью программы для монтирования видео у нас была windows movie maker в общем то можно наверно любую программу для монтирования видео взять какая есть но windows была просто самая простая для освоения мы с ней работали чем она хороша тем что там можно во первых убрать посторонние звуки вот есть громкость видео мы ее поставили на ноль и тем самым посторонние звуки убрали то есть за кадром дети переговаривались там подсказывали что куда делать все мы это убрали а сверху начали накладывать озвучку кнопочка добавить музыку с текущего момента добавили новую озвучку соединили и так каждый слайд по отдельности что мы делали дальше чтобы озвучка совпала с картинкой нужно было вырезать какие-то моменты когда очень длинное долго что-то рисовалось мы решили промежуточный вариант убрать сделать монтаж то есть оставить начало рисования и итоговый результат для этого есть кнопочка разделить мотаем оставляем нужный фрагмент ставим паузу делим затем второй раз делим и вот этот средний файл просто правой клавишей удаляем так мы смонтировали у нас озвучку каждого слайда совпало с изображением проверили сохранили каждый отдельный слайд у нас получилось 10 таких маленьких эпизодиков кусочков потом эти слайдики мы соединять начали между собой в один видеоролик можно добавлять титры но чтобы было понятно о чем идет речь здесь есть кнопочки для добавления титров в начале и в конце между ними вот у нас в самском ролике там были заставки между эпизодиками далее еще забыла сказать вот в этом вот эпизоде про монтирование о чем забыла сказать есть еще возможность windows movie maker ускорить происходящее на экране ускорить изображение там можно было в 2 в 4 в 8 раз вот в 24 оптимальный вариант можно ускорить процесс рисования тогда у вас побыстрее пойдет процесс и совпадет с озвучкой если нужно если чего-то не хватает можно разбавить еще титрами разными подсказками заставками ну и наконец после этого сохраняем готовый видеоролик формате видео можно уже делиться загружать на youtube и каким-то образом его распространять если по временным затратам конечно это длительный был процесс не один день мы с этим работали от идеи до реализации прошло ну наверное так вот если посчитать то около недели наверное сама съемка мы управились за один день за несколько часов а вот вся подготовительная работа и после этого монтирования тоже заняло какое-то время в мой мейке ремонтировать оказалось очень быстро и просто поэтому я про нее сейчас говорю но вот сам процесс этого видеоролика двухминутного она занял но около 3 часов где-то монтажа такого старательного для профессионалов конечно наверное это было бы быстрее в итоге получилась вот такая вот интересная работа с пример совместной деятельности которую можно организовать и в школе и библиотеке интересный опыт вообще если мы рисовать не умеем но очень хочется то есть разные программы и сервисы которые позволяют создавать нечто подобное правда это будет не скрайбинг в чистом виде а с элементами скрайбинг элементы здесь в этих сервисах выражаются в том что есть анимированная рука которая может что-то рисовать может писать а может выкладывать картинки в кадр поэтому я еще выбрала несколько сервисов которые так или иначе эти элементы скрайбинга привносят свою работу если пока трудно вот таким образом ручным создавать то можно начать с онлайн сервисов они будут наверное попроще сервис пауту на нем говорю неоднократно и несколько раз уже его упоминала это хороший сервис для создания анимации здесь есть элементы скрайбинга в чем здесь есть анимированная рука которая может писать тексты и вытаскивать на экран картинки поэтому вот этот сервис у меня идет в моем списке что здесь какие версии есть здесь вы можете зарегистрироваться в бесплатном аккаунте создавать презентации до 5 минут протяженностью очень хорошее качество видео 720 на выходе получается можно его загрузить на youtube скачать нельзя но со своего канала ютубовского скачать уже можно здесь есть шаблоны которые помогают нам в работе если мы пока не знаем как работать сервисе можно взять шаблон там все уже расписано там все герои вставлены в презентацию и там можно уже что-то похуже сделать я сам покажу маленький кусочек из видеоролика это сделали как раз дети совместное творчество джона сервер про главного героя стивенсона остров сокровища и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вы, наверное, заметили, что там есть анимированные руки, которые то слайды передвигают, то пишут какие-то тексты. В общем, отличный видеоролик, он занял одно из призовых мест на конкурсе, поэтому для примера я вам его и привожу. Так что здесь возможно все. Как это работает? Я для примера взяла просто слайд, это уже готовый шаблон. На самом деле, вот этот видеоролик, который я показала, они дети сделали с нуля. У них тут пустой слайд, на который они размещали героев. Для простоты можно для начала взять шаблон и потренироваться на нем. Вот я такой, например, выбор на шаблончик. Тут все очень просто. С одной стороны, в центре слайд. Опять-таки, вся эта презентация делится на несколько слайдов. На слайде персонажи, тексты, картинки, герои. Можно фон поменять. С левой стороны весь список ваших слайдов, с правой стороны библиотека, откуда эти слайды наполняются. Ну вот покрупнее, чуть-чуть увеличила библиотеку. Здесь есть несколько стилей оформления в красной рамочке. Сейчас вот, например, Modern Age Look стиль. Если на стрелочку нажать, целый выпадающий список будет, можно выбрать другой стиль. Здесь есть черно-белая, цветная, есть мультяшная, есть более серьезная. Можно персонажей брать из разных наборов, не обязательно из одного другого. Ну вот, где нашли подходящего героя, того и берем. Часть здесь, конечно, функционала платная, но бесплатного вполне достаточно, чтобы снять интересный видеоролик. Дальше серые кнопочки. Вот они самые крайние на экране. Сейчас открыта вкладка «Сцены». Это вот сценки, из которых можно брать какие-то материальчики. Background – это вы фон заполняете, текст – это добавление текста. Characterists – это герои. Герои здесь тоже могут быть анимированы. Они не статичны, они могут двигаться. Можно им делать эмоции. Они могут прыгать, бегать у вас, выполнять действия. Можно загружать свои картинки, но в этом случае они уже не будут двигаться, будут статичны. Дальше props – это неодушевленные объекты, они не двигаются. Shapes – различные формы, кружочки, прямоугольники и так далее. Images – это как раз кнопка для загрузки ваших картинок, плюс еще там библиотека изображений самых разных для некоммерческого использования. Videos – это красивые фоны, которые могут двигаться на заднем плане для красоты, если нужно. Sound – это озвучка. Здесь можно озвучивать всю вашу презентацию голосом за кадром и еще добавить музыку можно. Но озвучивать довольно сложно. Вам нужно голос подстраивать под каждый слайд, чтобы все совпадало идеально. А вот музыку наложить буквально несколько минут. Ну и Specialists – это последнее, это анимированные открытки. Специальный инструмент для создания. После того, как вы всех героев расположили на слайде, они у вас как-то должны двигаться, появляться, исчезать. Для этого есть лента времени, она внизу находится. Каждый персонаж на экране опозначен маленькой иконкой. Вот, например, вот сейчас синенькая вот эта иконка. Она появляется на второй секунде и исчезает на восьмой секунде. Ограничения по количеству роликов здесь сняли. Раньше были, сейчас сняли. Там есть ограничения по количеству экспорта на YouTube. По-моему, с одного аккаунта можно экспортировать 25 презентаций. Но если вы их не экспортируете, то количество неограничено получается. Сервис постоянно развивается. У них очень много было раньше ограничений. Сейчас они большинство сняли. И пока никаких жалоб на него не было. Итак, вот у нас на второй секунде герой появляется, исчезает на восьмой. Если хотим что-то изменить, просто ползуночки можно двигать вправо и влево, сокращать это расстояние или наоборот. Вот синим цветом обозначено как раз время нахождения на экране. Это все регулируется, потом настраивается. И вы смотрите. Кнопочка «Play» рядом синенькая. «Просмотреть». Если что-то не понравилось, вернуться. Работа немножко кропотливая, но интересная. В шаблоне все уже настроено. Там вам только героев можно менять. И все настройки на ленте времени уже выполнены. Поэтому с шаблоном работать проще. Далее. Здесь еще есть вот эти анимированные руки. Откуда они берутся? Возвращаемся к скраббингу. Здесь же в этой ленте времени можно настроить анимацию на вход и на выход. Вот здесь как раз и появляются анимированные руки. Вот, например, анимация на вход. С левой стороны у меня сейчас открыта. Там есть кнопочка «Add Hand». Вот «Add Hand» – это «Добавить руку». Если на нее нажать, вам предложат эту самую анимированную руку. Она сейчас немножко видоизменилась. Мы видели более старый вариант в синей манжетке. Сейчас она более симпатично смотрится. Выбираете, она у вас будет, например, выносить картинки. То же самое можно применить и к тексту. Сейчас я на другой слайд переключусь, покажу, как с текстом действовать. И еще анимированные руки есть у нас в переходах между слайдами. Это с правой стороны. Здесь список всех переходов между слайдами. Настраиваются они очень просто. Щелкаем в квадратик между слайдами и выбираем эффекты. Ну вот, например, допустим, ролик, малярный ролик, там рука и в возе стирает слайд предыдущий. Там есть рука. Есть рука просто, которая убирает слайд. Но есть и просто анимированный, как веер, как театральная хлопушка. Есть рука, которая двигает занавес, раздвигает. В общем, здесь можно поэкспериментировать с переходами. Это тоже интересно. Вот тексты. Та же самая история. Только текст теперь… Текст может выносить рука, раму уже готовой. Но интереснее, когда она его пишет. Для этого выбираем опять кнопочку «Add Hand». Нажимаем. И вот она в синей рамочке – это рука пишущая. Она просто набирает вам текст. Раньше Паутун очень плохо относился к кириллице. Сейчас кириллица очень хорошо поддерживается. Поэтому здесь ограничений нет. Кроме пишущей руки, здесь еще много разных эффектов. Мерцающие буковки, появляющиеся, как печатная машинка, вращающиеся и так далее. Можно из чего-то выбрать. После того, как вы все настроили, закончили, посмотрели, наложили музыку, озвучили. Озвучивается прямо в самом сервисе. Вы включаете презентацию, наговариваете информацию. После этого сервис какое-то время подумает, все это вместе соединит и выдаст вам готовый вариант. Сразу скажу, что скачать его нельзя, но если у вас есть канал на YouTube, вы можете тут же из сервиса его экспортировать на YouTube канал. Буквально в течение 10 минут он у вас будет опубликован, и вы можете уже делиться. Если канала нет, можно взять ссылку, а можно код и встроить его прямо на страницу сайта и блога. Готовый видеоролик. Единственный недостаток – то, что он англоязычный, хотя перевести на русский можно. Я уже рассказывала на каком-то из вебинаров. Правой клавишей мыши щелкаем по любому месту сайта. Если у вас стоит Google браузер, то выбираем опцию «Перевести на русский». И все, сайт у вас русифицирован. Какая альтернатива? Есть русскоязычная, есть такой сайт. Анимейкер он называется. Совсем недавно его перевели на русский язык. Вот здесь все кнопочки понятны, ничего переводить не надо. Поэтому тоже хороший сервис, тоже с элементами скрайпинга. Там тоже есть анимированные руки, которые выносят картинки на экран. Скрайпинга поменьше. Они здесь не пишут, они только картинки выносят и тексты. Но тем не менее. Ограничения есть. Здесь видео можно создавать, по-моему, не более пяти в месяц. Сейчас я уточню по своим бумажкам. Не более пяти в месяц видеороликов. И, к сожалению, здесь очень коротенькие видео. Можно создавать всего по две минутки бесплатно. Поэтому вот такой недостаток. А так, в общем, очень неплохо все смотрится. Здесь тоже есть шаблоны. Они рассортированы все по категориям. Здесь может быть и 2D-анимации, и белые доски, и бесплатные, и платные. Выбираете шаблон, а можно начать с него, потому что с него проще всего начинать. Ну, вот, например, такой шаблон. Учителю доски объясняет материал. Та же самая история, сравните с Паутуном, абсолютно похожие друг на друга сервисы. Слева слайды, справа библиотека. Внизу лента времени. В центре слайд, которым вы сейчас занимаетесь, который вы сейчас редактируете. Если увеличить опять кнопочки, то вот таким образом они выглядят. Тут тоже есть набор сценок. Здесь есть 2D, есть инфографика, есть просто белая доска. Ручная работа – это такие картинки, как будто бы их вырезали из бумаги. Это имеется в виду, поэтому здесь ножницы нарисованы. Выбираете персонажей. Опять-таки, можно персонажей из разных выбирать наборов. Дальше, где лампочка нарисована, это неодушевленные предметы. Дальше, картинки свои загружать в следующие кнопочки. Т – это тексты. Н – это различные цифры, графики, диаграммы и так далее. Дальше, вот эта кнопочка со звездочками – это спецэффекты. Можно там падающий снег, например, сделать, там какие-то снежинки, звездочки летящие и так далее. Нотка – это музыкальное сопровождение, либо фоновая музыка, либо, опять-таки, озвучивание презентации. Кнопочка со стрелочкой – это загрузка своих картинок, если они вам понадобились. Ну и последняя кнопка – фон. Добавляет различные фоновые изображения или заливает однотонным. И, опять-таки, на экран вы добавляете персонажа, и с ним можно делать все, что угодно. Они бывают разные, они могут действовать. Вот в планеты в анимейкер будет пошустрее, чем Паутон. У него очень много разных эмоций у героев. То есть они могут действовать, они могут улыбаться, выражать эмоции. Их можно перекрашивать, какие-то спецэффекты к ним добавлять. Ну и персонажи немножко другие. Хотя тоже, в принципе, похожие мультяшные герои. После того, как вы всех персонажей разместили на экране, дальше вы уже начинаете работать с лентой времени. Ну вот я сейчас пошире вам в вкладке просто пооткрывала, какие здесь есть картинки. Есть целый список, здесь все на русском языке, чтобы удобнее их было искать. Из этого списка будет проще ориентироваться. Вот она лента времени, как она выглядит. Ниже я покрупнее постаралась взять. Конечно, тут тоже на скриншоте все не разглядишь, но так или иначе можно увидеть, что на ленте времени, в отличие от Паутона, две дорожки. Одна со значком фотоаппарата – это герои картинки, а другая с нотками – это музыка. Вы можете двигать опять-таки ползунки по этой ленте времени. Музыку, например, начать не с начала видеоролика, а с какой-то там сцены с третьей, например, отодвинуть. Первые две сцены будут беззвучные, а с третьей пойдет музыка. То же самое герои на картинке. Вот эта книжка, которая у меня выделена, она появляется в третьей сцене, и вот она на протяжении каких-то сцен находится на экране. Опять-таки это все ползунками регулируется. Рядом кнопочки для проигрывания «Play». Если нужно, то возвращаемся опять и начинаем редактировать. Каждая сценка подписана вверху, так удобнее между ними переключаться. Сцена 1, сцена 2 и так далее. Здесь тоже есть рука, которая подключается. Она вот так и прописана, рука. Прямо вот внизу под слайдом, если на скриншоте присмотреться, там она есть, рука. Если вы щелкнете по любому объекту и нажмете на эту руку, то она у вас будет, например, картинку выносить и что-то делать. Давайте я вам покажу сразу, как это на практике выглядит. Небольшой видеоролик про Байкал. Продолжение следует... Здесь может быть много информации на экране, поэтому рука ее пишет очень-очень быстро. На самом деле можно, конечно, настроить, чтобы она писала это помедленнее. Но так или иначе, вот каким образом выглядит этот скрайбинг. Вот здесь пишутся тексты, и здесь рука выносит картинки или меняет слайды между собой. Таким образом работает сервис. Хорошее качество видео получается. Его можно загрузить опять-таки на YouTube. Но, к сожалению, если один из своего канала, то только ссылкой можно поделиться. Вот оно, к сожалению, код для встраивания не дает, на YouTube охотно экспортирует. Принцип работы тот же самый. Нужно подождать, и в течение 10 минут вам придет оповещение, что ваше видео загружено. Вот. Если проблемы с английским, то можно начать с этого сервиса. Они с полтуном очень похожи. Еще один сервис называется он Мувли. Когда-то был очень неплохой сервис, и мне очень нравился, я его всячески хвалила. Сейчас, к сожалению, похвалить особо уже не хочется, потому что, к сожалению, хотя он и бесплатный, и в нем есть бесплатный тариф, и в том числе есть образовательный тариф, вот как раз если регистрироваться, то надо через образовательный тариф, в нем больше картинок, больше библиотека. Работает он следующим образом. Здесь нет отдельных слайдов. Здесь есть один большой, вот на экране, сейчас такая грифельная доска. И на нем появляются герои и исчезают. Слайд не меняется, на нем только появляются разные персонажи. Здесь, с одной стороны, минус, что фон один и тот же, нельзя фоны поменять. С другой стороны, какая-то другая история здесь может развиваться. Как это все работает? Во-первых, после регистрации открываете, начинаете создавать презентацию, опять-таки есть шаблоны. Вот это, например, шаблон, доска с рукой пишущей. Можно с нуля начать, тогда белый лист перед вами будет. Библиотека здесь находится слева. Есть библиотека так называемая общая, она называется Mowgli Library. Там все картинки, которые в самом сервисе собраны. Есть Personal Library – это библиотека ваших собственных картинок, которые вы загрузили внутрь сервиса. Здесь есть опция озвучки. Можно загрузить уже готовый файл. Можно записать онлайн. Сейчас открыто. Раньше это была платная опция, сейчас бесплатно можно записывать. Есть эта опция. Дальше, что можно сделать? С правой стороны форматирование текстов. Здесь тексты можно более красиво оформлять, чем в предыдущих сервисах. Тут можно шрифт настраивать, размер, центровать его. Очень все красиво. Можно из большого списка шрифтов выбирать. Это все с правой стороны находится. Внизу лента времени. Она очень необычная. Она состоит из нескольких таких полосок. Она такая многослойная, слоеная. Дело в том, что здесь для каждого объекта на экране своя лента, своя полосочка выделяется. Как только вы новый объект добавляете, у вас на ленте времени образуется новая полоса. Вот есть тут желтенькие полосочки. Они обозначают время нахождения на экране какого-то объекта. В данном случае текста. Синенькая полосочка – это обозначение картинки, которая находится на экране. В данном случае у нас картинка – это грифельная доска. Тут опять-таки ползунками все меняется. То есть появляется на 20-й секунде, исчезает на 25-й секунде. Все это двигается. Анимированные руки присутствуют. Они пишут тексты и они выносят картинки. Раньше некоторые картинки даже рисовались. Сейчас, по-моему, от этого они отказались, оставили только тексты. Как добавляются эти руки? Здесь есть синяя кнопочка. Это анимейшн. Я ее в красную рамку вынесла, потому что на скрине не очень видно. Говорим, что она называется «Эт-анимейшн». А дальше выплывает целый список всяких анимаций. Нам нужно аниматься с названием «Хэнд-рука». А дальше появляется 7 видов этих рук. Они будут выносить картинку, заносить ее, менять местами, писать какой-то текст. Выбираете нужную опцию, щелкаете, и все на экране тут же отображается. Почему сервис перестал мне нравиться? Потому что здесь, во-первых, появился огромный водяной знак. С этим еще можно смириться. Он с левой стороны внизу. В общем, не такой прямо огромный, но тем не менее. И еще сейчас на редакторе этого не видно. Но как только вы сохраните видеоролик, вы увидите, что через весь экран будет идти большой водяной знак, такой полупрозрачный. Даже не знаю, с чем его сравнить, но такие выпуклые буквы с названием сервиса. Не очень красиво получается на выходе. Поэтому сервис, да, хороший, многофункциональный, но вот, к сожалению, даже в образовательном тарифе от водяного знака они, к сожалению, не отказались. А когда-то было очень даже симпатично. Сейчас покажу, как это выглядело. Ну вот я в 2015 году сделала такой видеоролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и так далее. Полная версия опять по ссылке. Ну, как видите, здесь рука раньше рисовала, можно было найти картинки рисованные. Вот зонтик она у меня рисует, тексты писала. Сейчас она, к сожалению, только пишет и выносит картинки на экран. Вот. Но, тем не менее, сервис такой есть, можно попробовать. А вдруг понравится. От сервисов, которые на компьютерах, давайте посмотрим еще один сервис, который работает на планшетах. К сожалению, он только для планшетов Apple, для iPad. К сожалению, как не просят многие пользователи сделать его на Android-устройствах, но, к сожалению, этой программы на Android нет. А вообще она бесплатная. Эта программа называется «Объясняшки», созданная российскими разработчиками. Можно скачать ее на свой планшет и использовать. Вот здесь полностью реализован принцип скрайбинга. То есть мы создаем какие-то картинки на планшете, их рисуем, записываем звук. Сервис автоматически подстраивает наше рисование под озвучку. И получаются очень интересные видеоролики. Тут надо уже самому немножко рисовать. Но принцип скрайбинга здесь осуществляется прямо на 100%. Сейчас покажу, как это выглядит в реальности. Это реклама книги книжного издательства. Во многих странах проходит конкурс по выращиванию самой большой тыквы. Один фермер участвовал в таком конкурсе каждый год. Он очень хотел победить и улучшить рекорд конкурса. Как думаете, какого веса должна быть тыква, чтобы одержать победу? Более 700 килограмм! Когда тыкву везут на конкурс, то без крана не обойтись. Даже 10 человек не смогут ее одновременно поднять. И самое важное, это доставить тыкву целой и невредимой до весов. У фермера была мечта победить. Вот таким образом. Тут какие-то картинки появляются, какие-то стираются. К сожалению, более подробно сказать ничего не могу. У меня айпада нет, поэтому протестировать сервис не смогла. Но по отзывам тех, кто им пользуется, очень интересная и необычная программа. Это как раз программа. То есть она скачивается на айпад, устанавливается бесплатно. Вы можете создавать любое количество роликов без всяких ограничений. Если хотите, можно ими делиться, публиковать на ютубе, в социальных сетях и так далее. Давайте посмотрим еще несколько примеров для программы и сервисов, которые позволяют создавать видеоролики, похожие на скрайбинг. Вот еще одна программа, она так и называется «Видеоскрайб». Она работает в режиме и онлайн, и оффлайн. То есть ее можно и без интернета использовать, и с включенным интернетом. Я когда-то тестировала ее, мне понравилось. Делала видеоролик. Давайте посмотрим, что получилось. Правда, перемотать надо тут заставку. Она будет долгая. Рисовательная. Ты настоящий мурманчанин. Если... В июне, увидев на часах 12.00, ты щуришься на солнце и сомневаешься во времени суток. Тебе уже приходилось отвечать на вопросы про белых медведей в городе. Ты уже рисовал схему обращения Земли вокруг Солнца, чтобы доказать, что полярный день – это не вымысел. А вот в полярную ночь все верят легко и сходу. Продолжение следует... Хотела остановить видео, но почему-то не хочет останавливаться. Но это был первый опыт. Немножко там есть какие-то шероховатости. Так или иначе, вот для примера, такой видеоролик. Видеоскрайп скачивается, устанавливается на компьютер. Сразу скажу, что программа вообще отличная, у нее много возможностей, здорово, но, к сожалению, у нее есть ограничения. Бесплатный тариф, демо-версия длится всего 7 дней. Это мало, конечно, недели, хотя освоить программу можно за день. Она не такая уж сложная. Здесь очень много понятных вещей, которые без подсказок понимаются. Вот, например, здесь ничего, ни слова по-английски нет. Есть только несколько картиночек, иконочек, по которым мы можем догадываться, что и где работает. У нас есть тоже большой бесконечный лист бумаги, его можно перекрасить в другой цвет, по умолчанию белый. А далее вверху иконки для добавления разных объектов на экран. Первая, с дискеткой эта кнопочка позволяет сохранять готовый продукт. Далее, те, которые в кружочках у нас, первая кнопочка добавления изображений, вторая – тексты, третья – графики и диаграммы, четвертая – это фоновая музыка, пятая – это озвучка, микрофон. Дальше, вот там, где страничка нарисована, это перекрашивать фон можно, ну и ладошка – это та самая рука. Она может рисовать, она может заносить готовые картинки на экран, может писать тексты, в общем, практически все. Причем рука может быть видимая и невидимая, а есть летающие, например, маркеры, которые сами по себе рисуют без руки. После того, как вы добавили объекты на экран, они на ленте времени внизу отображаются. Щелкаем по объекту, ну вот у меня этот олень, например, я щелкнула по этой картинке, здесь появляется надпись «DRAWO», то есть эта картинка будет рисоваться. И дальше чуть ниже надпись «5 секунд», то есть сам процесс рисования займет 5 секунд. Плюс-минус – это мы можем увеличить или уменьшить. Сервис сам автоматически определяет оптимальный режим рисования. Но если вам кажется, что это медленно или быстро, вы вручную можете настроить. Дальше, если вы нажмете на кнопочку «Play», то сам процесс рисования сможете посмотреть в отдельном окошке. Второе нажатие откроет нам более подробные настройки для рисовальщика. Ну вот у меня тортик тут открылся, например. Здесь есть три вкладочки «DRAW», «Move in» и последняя «Morph». «DRAW» – это обычное рисование. Здесь можно установить тень, можно наклон. У вас тут же все будет отображаться на экране. Дальше внизу, вот с плюсиками, с минусиками, «Animate» – это сам процесс анимации. Дальше пауза какая-то. А дальше «Transition» – переход к другому объекту. Все это вручную, очень подробненько все настраивается. Дальше, да, можно загружать свои картинки. Есть библиотека, откуда можно загружать. Вот эти тортики и олинии – это все из библиотеки сервиса. Вы можете загрузить любую картинку в формате PNG, формате IPG. Можно, но оптимальный формат, чтобы она рисовалась красиво, это векторные картинки SVG. По-моему, вот так они звучат. Векторы. Есть специальные бесплатные библиотеки векторов. Оттуда я брала картинки, если чего-то не хватало, и загружала сама в эту программу. Есть вкладка «Move in». Это у вас картинка будет не рисоваться, а будет появляться на экране уже готовая. В этой вкладке «Move in» просто настраиваете. Справа, слева, сбоку, по диагонали, как угодно. Есть вкладка «Morph». Там у нас одна картинка каким-то фолшебным образом превращается в другую. Это вкладка «Morph». Как это делается? Вы две картинки одну на другую накладываете. В этой вкладке устанавливаете, что во что превращается. И все. Внизу, опять-таки, у нас есть ладошка. Вы еще можете отдельно для этой картинки настроить ладошку. То есть все картинки будут так, а вот именно она будет как-то по-другому. Другая рука появится. Рук там много. Есть левая рука, есть правая, есть даже Санта-Клаус рисует, там мальчик, девочка. В общем, там большой арсенал. Отдельно, ну, стоит сказать о шрифтах, о шрифтах. Здесь действует политика вот какая. Ваш сервис сразу протестирует всю вашу систему, выдаст список всех шрифтов, которые у вас установлены. Синеньким обозначено то, что уже есть внутри самого сервиса, что поддерживается. Ареал, Калибри, какие-то другие сервисы, шрифты. Если вам нужно что-то дополнительное, любой, даже самый декоративный, кириллический, вы просто в списке его находите, щелкаете «Установить», два раза по нему щелкаете, он в течение нескольких секунд у вас устанавливается, и можно им писать. Программа в этом смысле отличная. И у вас рука будет писать именно вот такие красивые завитушки, если это нужно. Вот здесь вот с Новым годом это шрифт как раз залитый. Декоративный шрифт с компьютера установлены внутрь программы, и он здесь работает. Вот таким образом создается все. Бесконечный лист бумаги, вы просто его мышью двигаете, освобождаете новое место, и на одном месте размещаете новые объекты. У вас будет двигаться от объекта к объекту камера. Видеоскрайп – отличная программа, мне она очень нравится. 7 дней, конечно, маловато, но если вы планируете какие-то проекты создавать, там есть подписка, она бывает на неделю, бывает на месяц. На самом сайте надо уточнить, она рассчитывается из доллара в эквивалент, но так или иначе, когда я, например, проводила мастер-класс, я оформляла такую подписку именно буквально на неделю или на месяц, пока длится мастер-класс, чтобы самой помогать и работать в этой программе, быть все время в курсе всех новинок. Еще один сервис, который похож на Видеоскрайп, может быть, он даже вам понравится больше, потому что у него демо-версия 14 дней, 2 недели. Это с одной электронной почты только. Но вы же можете создать несколько электронных почт, и если вам он понравился, то регистрироваться можно еще. Вот с Видеоскрайпом такой фокус не пройдет, потому что он только с одного IP-адреса. Вы должны будете с разных IP-адресов, например, с работы один аккаунт создать, потом из дома, то вот с XP можно с разных электронных почт регистрироваться и таким образом работать. Покажу, что у меня получилось. Я буквально вчера пыталась в нем создать видео, думала рассказывать, не рассказывать об этом сервисе. Давайте посмотрим, что у меня вышло в итоге. Разгадайте загадки о животных Кольского севера. В тундре есть отважный лис. Он гроза для птиц и крыс. Лис умеет строить город, лабиринты с многих норок. А в Пургу живет в сугробах, но поймать его попробуй. Он зимой белее снега, чтобы удобнее было бегать. В тундре он бродит большими стадами, словно короной, красуясь рогами. Важен он в жизни полярных народов. Транспорт надежный для дальних походов. Кто на ветке шишки грыз и бросал обедки вниз. Кто по елкам ловко скачет и взлетает на дубы. Кто в дубле орехи прячет, сушит на зиму грибы. Посмотрите. Ну и так далее. Сейчас я вам ссылку отправлю, чем это дело все закончилось. Но это мой первый опыт, поэтому тут тоже можно к чему-то придираться. Но смотрите, что получилось. Ссылку отправила. Здесь картинки, часть моих, цветные, это были мои. Черно-белые, это из сервиса. Принцип работы очень похож между этим и этим. Библиотека есть. Вот она сейчас перед вами на экране. Вы регистрируетесь, вам дают 14 дней. Напоминаю, что через 14 дней у вас не будет уже доступа к работам. Вернее, как посмотреть вы их сможете, а новое создать уже нет. Ничего не сгорает, все остается нормально, поэтому здесь не пугаемся. Вот библиотека, здесь все рассортировано. Здесь есть животные отдельно, строение, есть культура отдельно. Малча, где-то она была, здесь кнопочка. Отдушевленные, неодушевленные персонажи. Выбирайте любых из библиотеки. Подгружать можно свои любые картинки. Если видеоскрайб, он приветствует как раз векторные, то здесь можно любые грузить. И IPG, и все-все-все форматы. Он рисовать будет все. Не так может быть красиво, как свои собственные, но так или иначе он воспринимает все нормально, любые картинки. Главное, не очень тяжелые. Дальше по кнопочкам есть с ноточкой кнопка. Это музыка и озвучка. Можно онлайн, можно подгрузить свой собственный. Вот я грузила свой голос отдельно записанный. Не онлайн записывала. Тексты. Кнопочка тексты. Сразу скажу, в чем минус сервиса. Он кириллицу не любит. Он вообще не… Нет, он вам напечатает текст, но на экране он будет не виден. Поэтому кнопку текст мы можем и не использовать. Если вы очень хотите что-то написать, то надо написать и сохранить это как картинку. Например, в PowerPoint какой-то текст сохраняем как картинку, сюда грузим, и он у вас этот текст будет рисовать. Можно так. Но вообще иногда картинок достаточно, если у вас за кадром идет голос, который все объясняет, поэтому почему бы нет. Дальше. Последняя кнопочка – это для бэкграунда, для фона картинок. Все картинки точно так же внизу отображаются на ленте времени. Если нажать на любую картинку, он у вас выдаст, сколько она длится, эта картинка на экране. Вот, например, элемент 6, он длится у меня 15 секунд. Вот этот белый мишка на экране. Щелкаем, меняем время. К сожалению, процесс рисования, как и в видеоскрайбе, здесь нельзя отрегулировать. То есть вот как задано, за 2 секунды он нарисует, так и задано. Уже не растянуть. Нахождение на экране регулировать можно. Да, конечно, пишите мне на почту, если вам нужны какие-то ссылки, конечно, пишите, я рассылаю все. Все ссылки, какие вам нужны, все пришлю. Поэтому здесь регулируется только время нахождения на экране. Поэтому вот у меня там писца нарисовали очень быстро, а звучка еще идет, а он еще просто на экране. За это время можно было, наверное, набросать каких-то новых картинок туда, что-то еще придумать. Но вот я пока не очень опытный юзер, поэтому пока так. Но, в принципе, регулировать нахождение на экране можно, а процесс рисования автоматом здесь устанавливается. Ну вот более увеличила сам объект. Вот у нас есть анимация на вход, появление на экране. Это рисование, дро. Есть еще анимация на выход. То есть как только он нарисовался 2 секунды, через 2 секунды можно ему сказать до свидания, нажать кнопочку «Добавить эффект» и выбрать. Он может исчезнуть, он может улететь куда-то, просто раствориться и так далее. Для этого есть кнопочка «Эффекты». Но здесь еще несколько кнопок. Они дублируют, копируют это изображение, вставляют, и можно в корзинку его отправить, если удаляем. Опять у нас бесконечный лист бумаги. На нем в произвольном порядке можно раскладывать картинки, и камера будет двигаться от одной к другой. Есть две звуковые дорожки, но я уже сказала, можно фон и можно голос. Две в одном. Причем их можно настроить одна под другую, потому что можно уменьшить громкость. Допустим, фоновую музыку потише, голос погромче сделать. В общем, очень неплохой сервис, мне он понравился, можно использовать в работе. Ну и в заключении последний сервис называется «My Simple Show». Simple простой, но действительно сервис не очень сложный. Он тоже англоязычный, тут тоже есть свои хитрости. Давайте покажу, что у меня получилось. Не все получилось, сразу скажу. Со звуком, конечно, были проблемы, но давайте смотреть. Кто-кто в этой комнате живет, кто-кто вместе с солнышком встает. Это Машенька проснулась, сбоку на бок повернулась, и, откинув одеяло, вдруг сама на ножки встала. Здесь не комната большая, здесь огромная страна, два дивана великана, вот зеленая поляна, это коврик у окна. Потянулась Машенька к зеркалу рукой, удивилась Машенька, кто же там такой. Она дошла до стула, немножко отдохнула, постояла у стола и опять вперед пошла. Ну и здесь скрайбинг у нас выражается в том, что рука выносит картинки, а потом их смакивает с экрана. Картинки, да, такие взятые из сервиса. Сейчас расскажу, как это работает. Здесь немножко принцип другой, в отличие от всех предыдущих сервисов. Есть целый мастер-класс по этому сервису, внизу ссылочка на слайде презентации. Там очень подробно о нем рассказывается, я в общих чертах расскажу. Есть здесь несколько тарифов. Есть очень хороший бесплатный образовательный тариф. Его я и советую, потому что там много возможностей. Я начала работать просто с обычным, мне очень не понравилось все это, я решила бросить этот сервис. Потом нашла образовательный, обрадовалась, зарегистрировалась и стала работать интереснее. Поэтому внизу, Education, нажимаем на кнопочку и попадаем. Там форма для регистрации. Вам нужно написать адрес своего образовательного учреждения, свое имя, электронную почту и ссылку на свою организацию. Я ссылку на сайт нашего лицея отправила, и мне тут же прислали уведомление о том, что меня зарегистрировали как учителя, и теперь я могу работать с расширенным функционалом. Как здесь все работает? Здесь отталкиваются не от картинок, а от текста. То есть сначала нужен текст, а текст уже иллюстрируется картинками. На входе предлагается несколько шаблонов. Тут можно исторические события, медицинские события, иллюстрировать биографию какого-то известного писателя по литературе, либо просто вообще пустой лист. Далее вот такая вот форма открывается. С левой стороны она вообще изначально пустая. Это я вписала сюда текст. Это тексты. Изначально будет шаблончик из 10, около 10 слайдов состоящих, которые вы наполняете текстом. Первый слайд, там просто название прописывается, а на всех остальных пишется текст. Почему-то у меня на английском языке. Объясняю. Потому что сервис не воспринимает кириллицу, воспринимает он только английские буквы. Мы долго думали, как с этим бороться, и что можно сделать. Изначально, конечно, для учителя английского здесь вообще все здорово. Можно создавать видеоролики. Если мы не учителя английского, то можно сделать следующим образом. Взять текст, который мы хотим перевести, отправить его в Google Переводчик. Перевести либо на английский, либо на немецкий, какой язык вам ближе. Здесь вторая опция – это немецкий язык. Он двуязычный, этот сайт. Я перевела вот эту Машеньку на английский язык через Google Переводчик. И в первый слайд отправила первые четверостишие. Вот так оно выглядело. Дальше на втором слайде там следующий кусочек. После того, как я все заполнила, перешла во вкладку «Визуализация». И сервис из каждого этого четверостища выбрал ключевые слова. И набросал мне из своих запасов картинок на слайд, которые с его точки зрения визуализируют эту информацию. Ключевые слова, которые на экране, они выделены бирюзовым. Тут 5 должно быть, 4 картинки, 4 слова. Да, все правильно. Если вам картинка не нравится, например, одеялка вот эта не понравилась, я на него щелкнула, и он мне тут же открыл с правой стороны еще несколько вариантов одеялок, которые можно заменить. Щелкаем на выбранную картинку, она тут же меняется. Если вам не нравится ключевое слово, то можно включить другое. Там целый список сереньких слов. Выбираем любое из них, оно становится бирюзовым, и вам предложат список картинок на него из сервиса. Можно загружать свои картинки, если вам совсем не нравится. Вот я увеличила это все. Вот вкладка «Иллюстрейшн» – это была до этого открыта. Вкладка с одеялами. А вот внизу есть кнопочка «Uploads». Загружать свои собственные картинки можно. Дальше. Отдельно есть кнопка «Characterize» – это главные герои. Ну, вот Машенька у меня оттуда была взята и так далее. Что самое удивительное, хотя сервис требует тексты только на английском или на немецком, он хорошо пишет на русском, на слайде можно через кнопку «Uploads» добавить текст на русском языке, его будет видно. Я попробовала, у меня получилось. Так что можно еще и тексты здесь написать по-русски в итоге. Каждый слайд он вот так вот вам автоматом визуализировал, а вы уже определяете, какие-то картинки можно убрать, какие-то отредактировать, заменить картинки. В основном здесь черно-белые, конечно, иллюстрации. Если вы захотите, можно свои цветные добавить с компьютера. Дальше. Последняя вкладка «Finalize». Финальная стадия работы – это озвучка, голос. Вот если бы мы были в обычном бесплатном режиме, у нас бы здесь был всего один голос мужской. Не очень он симпатично смотрелся изначально. Вот который Паул у нас самый первый. В расширенном тарифе у нас целый список есть голосов, но они будут по-английски все говорить. Нам, конечно, нужны опции «Record» и «Uploads». Либо загрузить свою озвучку «Upload», либо тут же ее записать через микрофон. Это кнопка «Record». Есть еще вкладка «Music», там можно фоновую музыку добавить. Опять-таки, есть из библиотеки нечто, а есть еще и что-то, что можно загрузить с компьютера. Последняя кнопочка «Hand Animation» – это руки. Изначально там одна ручка, вы можете отредактировать 5 вариантов этих рук. Можно выбрать нечто другое. Анимация получается вот такая черно-белая. Ну, в какой-то мере стиль. На самом деле, все делается очень просто и быстро. Если у вас уже готова озвучка, то вообще здорово. Да, запись будет вебинара. Все, пожалуй. На этом я заканчиваю. В заключении, вот, заканчиваю вот таким слайдом. На самом деле, скрайбинг – интересное занятие, за которое можно провести не один час с удовольствием. Со скрайбингом делают очень многие вещи, и вещей интересных, и в школе, и в библиотеке. И обучающие видеоролики, и просто презентации. Какие-то рекламные материалы делают, буктрейлеры, выставки. Даже инструкции бывают в скрайбинге. Ну, кровельческие видеоролики я вам сегодня показывала, как мы это делали. Можно детям дать, как исследовательскую творческую работу, что-то нарисовать. Тем более, что в каждом классе наверняка найдутся дети-художники, которым это понравится. Так что, чем не занятие на карантин? Нарисовать презентацию и снять ее на видео вместе с родителями, это будет интересно. По всем вопросам, здесь у меня последние слайды, как всегда, об учалке. Это все, что я написала по скрайбингу. Вот здесь отдельным слайдом все мои статьи. Я их попыталась сделать более актуальным, но я их еще буду редактировать. Так что, например, по УТУН у меня полностью актуальная статья, она не изменилась. Ну, и здесь еще несколько дополнительных обучалок, если вам что-то понадобится. И, конечно, мой адрес, где меня можно найти. Спасибо вам большое за то, что были сегодня. Надеюсь, информация была полезной. Вам спасибо за добрые слова. Общение наше продолжится в апреле. У меня не так много осталось до конца, это еще много до вебинаров. Ну, жду вас в апреле. С видеотемой мы закончили, мы займемся аудио теперь. На этом тогда я буду...